Это задний вид моего участка. А вот я перехожу, 17-й дом виден, а сзади меня то, что я неоднократно задаю вопрос, где улица, где номер дома вот этих людей, которые построили свои дома сзади участка моего. Я неоднократно задавал вопрос, это конечно не мое дело, но как они взяли эти земли, купили на аукционе или как? Никто ничего не может назвать их адрес, улицу, дом. Они утверждают, что у них был план проезда сюда на Красноармейскую. Я был у этих людей, они сказали, что они такого разрешения не давали. 15 соток земли в городе дозволено, а у них все попадает в норму. Выезда для этих людей нету, адреса для них нету. Я уверен, что как только они у нас изымут наш дом, сразу же проезд будет сюда. Это будет считаться, наш дом стоит на улице Пионерской, это будет переулок Пионерский и будет отсюда выезд. Справа, возможно, они конечно построят 60-квартирный дом, но вот это предназначено для выезда этих домов. Так как вот где стоят Красные Казармы бывшие, там где находится детское учреждение, бытый выезд невозможен. Прямо вот эта белая дверь, это для детей инвалидов, проезда им нету. Сзади у них проезда никуда нету. Я не утверждаю, что сто процентов, что они хотят отобрать для проезда этих чиновников, но оно все об этом говорит, что проезда нету для них. И адреса ничего не говорят в исполкоме, а просто хотят бы, я считаю, что нагло изъять у меня мой дом. Права мои они, конечно, нарушают. Они объясняют, что они нам предлагали, пришли с нами на уступки, договаривались. Но это просто ложь. Никакого собеседования, ничего не было. Они просто пришли, сказали, уходите, и все. А то заберем за копейки. Оценили наш участок, наш дом за копейки. Незаконно хотели сарпожи казни снести. Но, слава богу, благодаря то, что есть видеоматериал, у них это не получилось. Вот их недома сбоку. Вот здесь стоит красная казарма. Это центр. Здесь находятся дети-инвалиды. И как они здесь получили эти дома, участки для строительства, непонятно. Если они хотели меня перенести и хотели меня изъять, землю тогда предоставили бы лучше мне здесь. Если им не мешают для 6-ти квартирной постройки, предложили бы в первую очередь мне здесь построить свой дом. Если им нужна моя земля для 6-ти квартирного дома. Здесь находится УПК, по-моему, здание. Проезда здесь нет. Здесь аллея идет. Я не представляю, кто и какое им даст разрешение. Здесь детское спортивное учреждение на первом этаже. Проезда здесь нет. Парк здесь находится. Не знаю, детский или какой. Здесь УПК. Здесь нету проездов для них. Им только выезд туда, на улицу Пионерскую. И кто или для них может отдельно для этих двух домов сделать дорогу за счет государства. Я сниму, что это у нас здесь находится. И вот здесь эти люди говорят, что здесь они вот с этих домов, у них проезд, они объясняют вот здесь. Им можно, где детские учреждения, где дети бегают. Они говорят, что они будут, возможно, сюда ездить. Но у них выездов очень много. Они объясняли нам, что и на Пионерскую, и вот через детский, через детское это учреждение, где инвалиды находятся, они будут ездить. У них много было. А когда мы просили от них бумагу официальную, объяснить, чтобы был официальный документ этой улицы и эти дома, никто не может объяснить. Никто. Кобринский суд у нас сейчас, в Кобрине у нас очередной суд будет об изъятии у нас нашего дома и оставить нас без места прописки в среду. Сегодня, 0.09.02.2014 года, воскресенье, я снимаю перед поездкой в приемную города Минска. Это как бы остается наша последняя капля на какую-то существующую справедливость. Если уже это не... Если и на это уже глаза закроют, тогда верить в правду справедливость, я думаю, что будет невозможно. Все, что я прошу, я прошу обоснованность изъятия нашего земельного участка. Еще раз повторяюсь, если бы им нужен так был бы мой участок, я им предлагал. Не то, что предлагал, а спрашивал, если они планировали изъять мой земельный участок, почему они сзади меня не предоставили вот на месте этих существующих домов мне? Они предлагают мне строиться в конце города, объясняя, что город у нас маленький и у нас везде центр. Но однако эти люди, эти люди не строятся в центре города, на окраине, как они объясняют, что там тоже центр города. Я этот дом купил на законном основании. Я не брал эту землю бесплатно, что я просил какое-нибудь хотя бы подтверждение, как была приобретена вот эта земля сзади моих участков. Ничего никто не может объяснить. И уже, если честно, за два с половиной года нам надоело стучаться в одни и те же двери местные с полком для разъяснений обоснованности их действий. Надежда на справедливость, конечно, остается. Я думаю, что это уже будет последней надеждой. Продолжение следует...